Воры в законе 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 В законе в законе Воры в законе Воры в законе Воры в законе Воры в законе 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 Каро. Именно опираясь на дружеские отношения с Каро, свою политику в криминальной среде строил небезызвестный для нас вор в законе Шамас, о котором речь пойдет чуть позже. Обозначенный выше конфликт развивался по законам жанра. 8 августа в Москве состоялась крупная воровская сходка, в которой участвовало не менее 40 воров в законе. На этой сходке Усаян и Калашов объявили гадами, то есть лицами, недостойными воровского звания, Каро и ближайших сподвижников, в том числе воров в законе Валеру Тбилисского и Ленчика. Каро тут же демонстративно унизил кое-кого из авторитетов. После этого в СИЗО Екатеринбурга загадочно погибает депутат местной областной думы Хабаров, человек, считавшийся официальной крышей известного в стране организованного преступного сообщества Уралмаш, которому якобы благоволил Каро. Вот любительская видеозапись программы НТВ, посвященной этому событию. На московской сходке было принято решение раскорновать смотрящих за Уралом законников Трофу и Каро. На площади Екатеринбурга Хабаров заявил, что Урал не признает этого решения и не будет работать с новыми смотрящими. В итоге 14 декабря 2004 года Александр Хабаров был отправлен в СИЗО, а 27 января 2005 года Хабара вынули из петли в камерь. Кому была выгодна смерть руководителя УПС Уралмаш? На сегодняшний день существует несколько версий. Версия первая. Получив мощный отпор, Хасан вложил большие средства для устранения Хабарова. Повесить Хабара могли как его сокамерники, так и сотрудники следственного изолятора. Если задаться вопросом, кому было интересно, чтобы Хабаров не заговорил, то пальцев на руке не хватит перечислить все заинтересованные стороны. И все-таки самым популярным ответом на вопрос, кто выиграл от гибели Хабарова, является утверждение Аслан Усаян. Кавказец, вор в законе, дед Хасан выиграл поединок с Хабаровым. Судьба Хабарова и Коро вызывает серьезную озабоченность у кемеровских авторитетов. Вот подтверждающая это запись телефонного разговора. Чего я вчера об этом в интернете, что-то, про Хабаров все читал там, серьезно. А что это, ну с Нового года у нас все люди-то под Москвой воров брали, что ли там, и у них улицы Солокова сами, да? Да. Там в интернете написано, что там Солоково, что ли, сходку взяли. Это где взяли, в Подмосковье где-то? Да, в Солоково, в Солоково какой-то. Угу. 22 воров, самым старым, в Агутинсенадзе, за 60, а какой-то там второй, забыл фамилию. Вот там, это, ему 25. Супраих закрыли там. Э, я вот что, перецанат летний, что ли, получается, там брали след? А я не знаю, ***. Похуй, да там у них, ты что, там, где-то в игре, там каждый день эти ***. Ну там на птицу сюда, мы практически столько не брали, что... Да, ну ***, ну это, может, не брали давно, ***, знаешь? А там и каждый день, ***, они вот, говорит, возьми, говорит, любой бар в 7-8, говорит, в 7-8, говорит. Не, ну я, что там напишу, что там якобы день рождения одного из детей воров там было, под этим видом собрались, там взяли там, молниеносом, рывком ролл всех. Ну, видать, видишь, не надо, чтобы кто-то собирался, ***, и все. Там же у них так. Этим можно, этим нельзя. А почему там сидели просто, что-то, в алмазе говорили, и все. Вот так, если бы там под карлом, ***, не попринавал всех, значит, это бы, мы эти алмазки были наружены. Да ему вообще их не надо было затягивать в эту кашу, ***. А у него безвыходность вот была. Ну какая разница, безвыходная, безвыходная, ***. Он-то, б***ь, отскочил. А куда он сходил? Да это, б***ь, я тебе говорю, это вот у меня, знаешь, такое предчувствие, что это все сделано специально, спецслужбами. Все специально, б***ь. Так или иначе, но Шамазов решает не искушать судьбу и откреститься от недавнего друга Каро, укрепив свой альянс с кузбасскими ворами Тристаном и Ромашкой. Его примеру следует и Гена Ромашка, ранее ругавший своего грузинского коллегу Тристана за глаза последними словами. В результате к весне 2005 года триумфират воров в законе Тристан, Шамаз, Ромашка решает все вопросы по руководству лидерами уголовно-криминальной среды нашего региона. Один только вор в законе Владимир Рыбин так и не переметнулся на сторону грузинского гостя Сеченавы, считая, что раболепие перед ним дорого, в прямом смысле обходится его родине. С неприязнью он также относится и к Шамазу, порицаясь за отказ от воровских традиций. На этой почве у двух воров произошел конфликт. В итоге Рыба, пойманной на Тапкинской трассе с оружием, оказался на скамье подсудимых, а после освобождения как-то удивительно внезапно скончался от заражения крови в больнице одного из городов области. Многие считают, что именно смерть Рыбина позволила Тристану вернуться в Кузбасс. Кстати, приезд этот не остался незамеченным правоохранительными органами. Прямо на вокзале маститого жулика задержали оперативники УБОПа. С чем был связан его приезд? Прежде всего, для того, чтобы навести порядок среди местных воров в законе, которые, по его соображениям, отошли от правильной воровской линии поведения. Во-вторых, для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, другим авторитетным преступникам, а также довести до них решение августовской 2004 года воровской сходки в Москве. Ну и для того, чтобы назначить новых положенцев в городах Кузбасса и собрать деньги, так называемый, общак. Однако праведные труды не прошли для Тристана даром. В августе 2005 года у него случается третий инфаркт. Его в экстренном порядке увозят из Кузбасса. Тристан умирает в Тбилиси с 13 на 14 августа 2005 года. Трон крестного отца в Кузбассе опустел. Кто же может претендовать на него сейчас? Наиболее реальные кандидатуры из местных Ромашко и Шамас. Романов Геннадий Сергеевич родился 14 апреля 1959 года. Клички Слон Ромашко. Ранее неоднократно судим. Коронован в 1994 году в Москве одним из кланов воров кавказской формации. В иерархии воров в законе, проживающих в округе, Ромашко занимает лидирующее положение, консолидируя вокруг себя лиц, занимающихся преступлениями. Имеет обширные связи в воровской среде. Наибольшая криминальная и организаторская активность у Романова отмечается в последнее время. Проявляется она в следующем. Романов и многие люди из его ближайшего окружения наркоманы. В связи с чем вор в законе, по оперативным данным, имеет не только свой ряд поставщиков наркотиков для личного потребления, но и всячески поощряет наркоторговлю, обеспечивая крышу оптовикам. Из-за частого употребления наркотиков в криминальной среде Романов считается человеком, не способным силой собственного авторитета разрешить конфликтную ситуацию. Недостаток словесных аргументов возмещается демонстрацией оружия. Романов и его боевики практически постоянно передвигаются со стволами, которые порой пускают в дело. Вот кадры одного из обыска в квартире Романова. Проводился он у бобовцами в рамках спецоперации по предотвращению вооруженных столкновений между кемеровскими преступными группировками. Именно в тот период, осенью прошлого года, было зафиксировано несколько бандитских стычек за передел сферы влияния в городе. Во время обыска, который для Романова и находящихся с ним его сына и одного из приближенных оказался полной неожиданностью, сотрудники антимафиозного подразделения изъяли бронежилеты, несколько так называемых «Маляв», писем, адресованных в колонии Кузбасса и подписанных известными в регионе ворами в законе Тристаном, Мамукой, Шамазом и Ромашкой. Чуть позже, неподалеку от дома, в тайнике расположенном между гаражами кооператива на улице Инициативной, оперативники обнаружили более существенные находки – пистолеты Макарова и Вальтер калибра 7,65 с заводскими номерами и комплектами боеприпасов. Вооруженность окружения Романова заставляет оппонентов воров в законе также пребывать на встрече с арсеналом. Таким образом создаются предпосылки для криминальных разборок. Кстати о разборках. Некоторые вооруженные криминальные переделы происходят с его благословения. К примеру, Ромашка несколько лет назад поддержал воров в законе Владимира Рыбина в войне за контроль над прибылью от хищения угля и солярки с разрезов между Реченским. Напомним, что тогда не поделились сферы влияния Чертенков, ставленник Рыбы, и Адричан, ставленник Шамаза. Война за передел собственности обернулась рядом вооруженных столкновений с жертвами с той и другой стороны. Последний зарегистрированный факт преступной деятельности Романова приходится на зиму этого года. 26 февраля в Управление по борьбе с организованной преступностью обратился пострадавший, имя по определенным причинам не называется, у которого вор в законе Романов забрал автомобиль, а также пытался забрать и принадлежащий этому человеку ночной клуб в тапках. В ноябре 2005 года уголовное дело по этому факту направлено в суд. Основной конкурент Романова за право воцарения на Кузбасский криминальный трон Шамазов. Шамазов Саликчан Косымович родился 6 февраля 1964, кличка Шамаз, имеет две судимости. Поставлен на положение по Березовскому в 1991 году после освобождения из мест лишения свободы, вором в законе союзного значения Олегом Чернышовым. В 1994 году в ходе серии обысков сотрудники УБОПа изъяли у него и членов его группировки «Автомат Калашникова». Однако тогда привлечь Шамазова к уголовной ответственности не удалось. В 1998 году Березовским авторитетом заинтересовался вор в законе Тристан Сичинава. В августе того же года Шамазова коронует. К 2000 году вокруг Шамазова сформировалась сплоченная преступная организация, которая специализировалась на вымогательстве денег с предпринимателей. Из поля зрения боевики Березовского вора в законе старались не выпустить ни одного местного коммерсанта. Чтобы заставить последних платить, использовались не только словесные угрозы. В ход шло и повреждение имущества. Так в ночь с 16 на 17 июня 2000 года в гаражном кооперативе по улице Строителей произошел взрыв. В результате обрушилось три гаража. Хозяйка одного из них, местная предпринимательница, напрямую связала взрыв с тем, что люди Шамаза вымогали с нее дать. По факту взрыва возбудили уголовное дело, однако через некоторое время расследование приостановили. Попытки вернуться к его рассмотрению в 2001 году с привлечением сотрудников областной прокуратуры успеха не имели. В марте 2002 года трое людей из окружения Шамазова в баре Охота на глазах у свидетелей сбили местного жителя Исакова, который от полученных телесных повреждений умер в больнице. Уголовное дело возбудили, но привлечен по нему был только один человек по фамилии Филин. В качестве подозреваемого он проходил недолго. Следствие пришло к выводу, что Филин действовал в рамках необходимой самообороны в ходе обоюдной драки с Исаковым. То, что при этом в баре Охота избили жену Исакова и еще несколько человек, не учитывалось вовсе. В результате на сегодня в Березовском по отношению к боевикам Шамазова сформировалось достаточно своеобразное отношение. С одной стороны, многих боятся, но в милицию не обращаются, так как на конкретных жизненных ситуациях убеждены, что Шамазова и его людей к уголовной ответственности привлечь невозможно. С другой, сложилась иллюзия, что Шамазов в плане стабилизации криминогенной обстановки для города даже полезен. Он не допускает на свою территорию иногородних преступников, не дает развернуться торговцам наркотиками, осуществляет возврат похищенных автомобилей, если к нему обращаются с такими простыми. Хотя есть и недовольные таким положением делом. Молодежь боится себя, напуганная. Ну и взрослые люди тоже стараются лучше молчать, обойти их этой стороной. Пожалуй, я не знаю, что до березы. Ну березовскому авторитет. А почему так получилось, что он запугал горожан? Он набрал вокруг себя спортсменов, тренировал их, там все, они с некоторыми вообще даже не разговаривают сразу, просто бьют и все. Да ну, они даже, никогда мало вообще разговаривают, они всегда считают себя, что они всегда правы, всегда. Ну считают. Хотя на самом деле может быть такого и не быть. Ну я не знаю, в местах заключения многие недовольные, и вообще разговоров много недовольных ходит среди уголовников, даже так. А как чего? Ну недовольных-то, что уже, можно сказать, что понятий-то уже никаких нет норм поведения, даже вот так. Обычно же, как блатные, придерживаются всего человеческого, а там уже много чего человеческого вообще отсутствует. В деталях воровских понятий этот человек разбирается. Сам провел за решеткой не один год. Таково по понятиям, да, вот если человек, если пацан приворовывает, если, ну за это же не вправе даже вор судить, ну вора за это. А бывает такое, были случаи, что там кто-нибудь что-нибудь украдет, понимаете, этому пожалуются, там те же коммерсанты, и все, и приезжают эти, к которым они плодят, а эти спортсмены приезжают, и все, и убивают сразу. И не только убивают, наверное, еще убивают. И без каких-то разбивающих? Да, вообще, да там даже вообще почти что не разговаривают. Им просто сказали фас, они приехали, убили, они даже разговаривать не умеют. Ты им даже вот покажи, доказать, что ты невиновен, все равно уделывают. Им сказали, все они сделают. Итак, ромашка или шамаз? Наркоман, имеющий сильные личные позиции среди так называемых терпигорцев, мотающих срок по зонам и тюрьмам Кузбасса, или бывший спортсмен, качок, создавший сплоченную, всегда готовую к действиям, преступную организацию, члены которой полностью контролируют провинциальный березовский. На первый взгляд, чаша весов должна неумолимо склониться в пользу шамаза. Однако, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В жизни часто случается, что героев делает их окружение. Присмотримся повнимательнее к окружению шамазово. Правой рукой березовского вора в законе долгое время был ни разу не судимый Денис Федякин. Федякин Денис Витальевич, 1979 года рождения, кличка Федя, заместитель шамаза в его преступной организации. Руководитель группы боевиков. Отвечает за разборки. Рэкет. Вот кадры одного из первых задержаний Федякина вместе с шамазом в 2000 году. Тогда воровскую сходку в Ленинске-Кузнецком разогнали сотрудники УБОП. Судим? Нет. Привлекался? Никогда. Сегодня первый раз. Привлекаешься? В какой церкви приехал? Приехал? На торжественный день, день рождения. Кто пригласил? Пригласил? Да. У кого день рождения? Кто? Фамилия? Сергей. А фамилия? Фамилия? Что это? Клички. А, клички не знаю. Фамилия? А что же фамилии не знаю. Где встречал день рождения? Они успели встретить просто еще. Приехал куда? В город Ленинск-Кузнецкий. Куда именно? В ресторан Русь, в кафе, в бар или как-то. Понял. На чем приехал? На автомобиле 2107. Чей автомобиль? ВАЗ-ВАЗ-2107. Чей? Да. Автомобиль ты управлял? Нет, нет, я не управлял. Звать по имени, знаю. Вова, и все. Он как шофер работает, что ли. Казалось, для начинающего мафиози все складывается неплохо. Его вводят в воровскую структуру и даже берут с собой на столь значимые в этой среде мероприятия. Однако в ночь со 2 на 3 апреля 2004 года Федякин совершает ничем не мотивированное убийство Евгения Николаева. Роковая случайность. Евгений, сын одного из тренеров Шамазова по вольной борьбе. Попав в места лишения свободы, Федякин сразу забывает один из основных воровских принципов. Попался ответить и начинает строчить жалобы в разные инстанции. Если верить этой бумаге, то дело по убийству сфабриковано у боповцами. А с Шамазом фигурант вовсе не знаком. Однако вот пленка, отснятая во время разгона воровской сходки в Ленинске-Кузнецком 29 апреля 2000 года. Кто же попал в кадр вместе с задержанным Федякиным? Разве не Шамазов? Разве не его родственник Халиулин Владимир Харисович, на машине которого Федякин прибыл в Ленинск-Кузнецке? Разве не вор в законе Бородашвили-Шебутидзе, находящийся в международном розыске по линии Интерпола за убийство? Разве не сам Тристан Сичинава, знаменитый вор в законе? Отчего же так старательно открещивается от этих знакомств Федякин спустя всего 4 года? Почему жод Федякина? Ну, во-первых, Шамазов привлек в свою преступную организацию людей, в основном, ранее не судимых. Их личный имидж среди преступников основывается исключительно на преступном авторитете своего Шамазова. И для утверждения, хоть какого-то утверждения своего этого имиджа, они неоднократно избивали авторитетных, ранее судимых жуликов в Березовском. Получается парадоксальная вещь. В преступной организации вора в законе Шамазова члены не чтут воровского закона. Во-вторых, больше всего на свете Федякин боится непосредственно Шамазова. А своим беспредельным поступком, убийством, он его в личном плане сильно подставил. И он будет изворачиваться и врать до последнего, для того, чтобы выгорать себя перед Шамазовым. Ну и в-третьих, в момент совершения преступления Федякин был в мертвецке и пьяном состоянии. Наутро он сам очень плохо понял, что с ним произошло накануне ночью. Вот так вот, если рассмотреть его ложь и постараться привлечь его к уголовной ответственности за все совершенные им преступления, то потом он может будет и предъявить клевету. Однако до привлечения, тем более за клевету, пока далеко. Об этом свидетельствуют попавшие к нам в руки материалы, показывающие, каким образом, кроме жалоб, Федякину помогает уйти от ответственности за убийство. Вот зафиксированный телефонный разговор одного из таких помощников с гражданской женой подозреваемого. Юлия, это адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты вообще это еще не делал, да? Что? Вообще все выезло, да? Да. А курку ты стирала? Потираем сейчас там. Там, да? Угу. А рубашку? А рубашку, он в чем уехал сегодня, она на нем была, она чистая. Я ему сейчас сказала, он говорит, она нормальная. А все остальное, ну, кидал. А? Там стираете, в чем? Ариэль тает, что там? Сейчас тайде. Ну, я стираю просто одежду, вообще другую. Понятно. И эту постирает, а обувь куда-нибудь прямо взять и выкинуть. Я все уже, все. Выкинуть ее? Угу. А я увезла ее? Да мало что ты увезла, выкинуть. Угу. Они скоро к тебе приедут, сейчас. А к родителям не сунутся, ничего. А вот, может, стираете родители телефон? Да, ну, там все отключили. Я тебя спросил, куда ты делал все это? А я никуда не девала, я вот все постираю и все. А тогда обувь другую дашь? Да, да, да. Ну, понял, все. Как распорядились оперативники, дабы в подобной записи? Передали в прокуратуру области, оформленную на лежачем порядком. И какие были приняты меры? Насколько мне известно, на сегодняшний день каких-либо мер не принято. Однако, эта ситуация известна в Генеральной прокуратуре по поводу материала. Итак, мы установили первую родовую черту нового порядка, который несет с собой лидер Шамазов и его окружение. Беспредел, вызывающий осуждение не только со стороны правоохранительных органов, но и со стороны так называемых «бродяг» – лиц, ранее неоднократно судимых, имеющих представление о воровских понятиях. Беспредел и безнаказанность за него. А вот одна черта капиталистического образа жизни, привнесенной Шамазовым в воровские понятия – неписанный свод правил поведения для лиц ранее судимых. В соответствии с понятиями, вор должен быть скромным и иметь собственности. Хорома, которой вы сейчас видите – новое жилище Шамазов. А вот его дача. А в этом доме две квартиры, одна из которых используется под офис для боевиков. Откуда у нигде не работающего Шамазова такие средства? Этот вопрос Березовскому «вору в законе» мы хотели задать напрямую, но… А что ты здесь снимаешь? А? Ну, не знаю еще. Камеру выключи, а? Несколько минут ожидания, и в воротах появляется жена Шамазова. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы Александру увидите? Я его нету. Нет? А когда будет, расскажете? Что вы хотели? Хотели вы сейчас снимать? Нет, что с нами. Кобеседу хотели. А каким мы будем беседовать? Ну, о чем? Ну, какое-то его личное решение. Поэтому, когда вы с ним не понимаете, сколько? Он уже не знает, что делать, что ли? Можешь, вам не о чем поговорить, что не о чем? Или уже не знаете, как, что придумать? Ну, почему есть о чем? Может, хотели поговорить? Его нету, пожалуйста, вы же с таким вопросом не приезжаете. Хорошо. Да. До свидания. У оперативников на счет материального положения как Березовского авторитета, так и других криминальных лидеров есть свое мнение. Воры в законе, образно говоря, стоят наверху финансовой пирамиды. Денежные потоки, идущие к ним и от подконтрольных коммерческих структур, и от уголовников, и от обратившихся к ворам за той или иной услугой, и числяются миллионы. Хватает и на так называемый подогрев зон, и на числение в российский воровской общак, откуда кормится грузинский криминальный клан, и по некоторым данным, в последнее время некоторые террористические организации, и на удовлетворение личных финансовых нужд. Шамазу Солежану Косымовичу, как вору в законе, в так называемый общак и на воровское платят многие члены уголовно-криминальной среды, которые совершают преступления. Какая-либо регулярность в этих отчислениях не предусмотрена. Каждый дает когда и сколько может. Именно от щедроты постоянных подношений вытекает, в милости или не в милости пребывают конкретные жули-кубати, то есть у Шамазова. Во-вторых, в постоянные ежемесячные дани обложены все криминальные промыслы. Что же конкретно подразумевается под последним понятием? Криминальным промыслом считается вид преступной деятельности, которая осуществляется постоянно как производство и приносит его участникам стабильный доход. Например, наркоторговля, занятия проституцией и организация притонов, хищения. При этом очень важно, что лица, занимающиеся данной деятельностью, не могут считаться блатными. С точки зрения воровских понятий, это лохмачи, и собирать с них дань не принято. Тем не менее, в городе Березовском с каждого распространителя так называемых тяжелых наркотиков членами группировки Шамазова получается дань по твердо установленным расценкам в размере 30 тысяч рублей. В-третьих, так называемая работа по долгам и возврата похищенного автотранспорта. И, наконец, в-четвертых, ежемесячной данью обложено большинство мелких и средних предпринимателей города Березовска, работающих в сфере торговли и оказания услуг населению. Заявительские материалы в городе Березовском получить очень сложно, а по существу жаловаться некому. Небольшое отступление, чтобы было понятно, почему жаловаться некому. Вот повестка дня очередного совета березовских предпринимателей. Обратите внимание на подпись в дизуле СК. Председатель совета Борис Харисович Харилулин. В небольшом шахтерском городе, пожалуй, все владеют информацией, что этот человек, стоящий на страже интересов местного бизнеса, Шурин Шамазова. Помните, как было когда-то у Ленина сращивание банковского капитала с промышленным и формирование на этой основе финансовой олигархии? Времена меняются. Сегодня кандидаты в олигархи сращиваются непосредственно с криминалом. Во всем остальном мире подобные альянсы именуются мафией. Сравнительный анализ, если так можно выразиться, деловых и моральных качеств основных иерархов уголовно-криминальной среды нашей области, воров в законе Ромашки и Шамаза показывает, что ни тот, ни другой не может без оговорок претендовать на роль единоличного лидера кузбасского организованного криминалитета. Как говорят в их среде, вопросы есть каждому. Это означает только одно. Конкретную личность, на которую произведут ставки в серьезных криминальных раскладах, опять будут определять чужие для Кемеровской области дяди, воры в законе, враждующих между собой кавказских кланов. Опять кто-то будет сеять на кузбасской земле ветер, кровавые всходы которого придется пожинать нам. Добра здесь ждать, естественно, не приходится. В этой связи очень интересно следующее. Какую позицию занимают правоохранительные органы перед лицом весьма вероятного очередного криминального передела? Что они собираются делать? Вопрос этот необходимо задать именно сейчас, чтобы избежать другого извечного российского вопроса. Кто виноват? Что делать? Естественно, сажать. Со времен Глеба Жеглова в нашем подходе ничего не изменилось. Вор должен сидеть в тюрьме. Вопрос в другом. Как должен сидеть в тюрьме и за что? Каждый, я думаю, понимает, что поймать вора с пистолетом за поясом или с наркотиками в кармане – вещь хорошая, но совсем не отражает она организаторских функций этого ведущего лидера уголовно-криминальной среды. Все воры в законе, они воспроизводят свою среду, плодят преступления и преступников в прямом смысле этого слова. И именно для пресечения таких деяний существует в Уголовном кодексе статья 210, которая предполагает ответственность за организаторскую деятельность и эрахов уголовно-криминальной среды. Привлечение к уголовной ответственности по этой статье имеет важнейшее профилактическое значение, потому что в случае выработки методики применения данной статьи стать преступным лидером, быть преступным лидером будет просто опасно. Вы как раз руководили подразделение УБОПа, которое занимается такими проблемами. И можете ли вы уже сейчас использовать 210 статью против воров в законе? Ответ как в детском анекдоте – и да, и нет. Да, потому что, например, по Шамазу у нас наработаны горы материалов, оформленных процессуальным образом, которые, кстати, уже переданы в следствие. И в этих материалах полностью задокументирована его организующая роль как вора в законе. А нет, это потому что не мы принимаем решения по этим материалам, по этим доказательствам и возбуждаем уголовные дела. Это прерогатива следствия и прокуратуры. Может быть, качество материалов, которые предоставляете, вы не то? Ну, не сочтите захвастовство, но наши товарищи из Главного управления по борьбе с организованной преступностью МДРФ, которые проверяли наши материалы в апреле месяце, констатировали, по уровню проработки проблемы эти материалы не имеют равных в стране. Ну и почему тогда Шамазов до настоящего времени не привлечен по 210 статье? Ведь он вор в законе и уже признанный организатор. Шамазов не привлечен к уголовной ответственности по 210 статье, потому что аналогов привлечения в вор в законе в нашей стране именно по 210 статье Уголовного кодекса практически нет. Это дело новое, а новое у нас всегда боятся. Сергей Николаевич, вот эту проблему мы решили обсудить на кладбище. Почему именно здесь вы согласились дать интервью? Ну, я попрошу посмотреть кругом. Здесь на кладбище похоронены воры в законе. Из 20 воров в законе, которые жили или живут в Кузбассе на сегодняшнее время, 14 было убито в криминальных разборках. А всем понятно, что если происходит убийство такого человека, криминального авторитета, высшей пробы, то это следствие каких-то проблем, неразрешенных процессуальным путем, неразрешенным с помощью закона. Мне бы хотелось обратить внимание всех заинтересованных лиц, что если на сегодняшний день мы не решим возникшие проблемы с нашими ворами путем закона и с помощью закона, то обязательно найдется какой-то отморозок, который возьмет в руки автомат. И тогда закону будет нанесено решительное поражение. Это во-первых. И во-вторых, из достоверных источников мне известно, что вор в законе Шамас имел наглость заявить, ну, про нас, про сотрудников милиции. Пусть они снимут погоны, и тогда мы посмотрим, чья возьмет верх. Со всей ответственностью заявляю, наша сила не в погонах. Саша, наша сила в правде. И мы пойдем за этой правдой, чего бы нам это ни стоило. Заявляю это на могилах твоих, как ты называешь, братьев. Редактор субтитров А.Семкин